Долгожданный праздник 70-летия победы в Великой Отечественной войне не за горами. Самара полным ходом готовится к этому событию. К открытию триумфальной арки, которую уже начали устанавливать на пересечении улиц Кирова и юных пионеров, планируют отремонтировать и декоративные входные стелы-звезды. На совещании по благоустройству аллеи трудовой славы собрались представители администрации Самары и руководители промышленных предприятий, чьи информационные памятные стенды располагаются на протяжении всего объекта. На нем расположены 10 крупных мемориальных сооружений, которые в свое время создавались за счет крупнейших промышленных предприятий региона. И я хотел бы выразить вам признательность за то, что практически все предприятия, мы сейчас это поподробнее обсудим, поддержали нашу инициативу и уже ведут. Кто-то уже ведет восстановительные работы, кто-то подготовительные работы. Мемориальные сооружения «Триумфальную арку» планируют открыть в начале мая, но это еще не все. Аллея должна стать знаковым легендарным местом города, уверены в город администрации. Но пока некоторые представленные стенды не соответствуют требованиям и нуждаются в доработке. Он должен все-таки носить характер менее рекламного, более содержательного. На сегодняшний день то, что вы представили, это все-таки носит в первую очередь некий рекламный характер. Если сюда добавить людей, например, тех, которые действительно вложили вклад в историю и так далее, даже в этот слайд, когда мы совмещаем современную молодежь и людей, которые создали это предприятие, но уже по-другому будет читаться. Некоторые промышленные предприятия уже начали подготовительные работы на своих участках. Завершить реконструкцию памятных стендов должны к 9 мая. После чего за дело возьмется подрядная организация и окончательно благоустроят аллею трудовой славы. Установят новый бордюрный камень, положат плитку и высадят цветы. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.